Диабло Рипер оф Соулс Многие играют в игру ради очень неплохого баланса, ради прокачки Ради очень хорошей кооперативной игры я всегда к игре относился по большей части с придыханием Из-за того, что это, как и любая игра Blizzard, очень вылизанный проект, который передает именно ощущение приключения Чего-то эпичного, чего-то большого и чего-то очень взрослого И несмотря на то, что третья часть по сути является, ну, не самой сильной игрой в серии Я ее прошел два раза, то есть первый раз мы проходили ее с Темой, второй раз мы проходили ее с Дашей и Джеком Шепардом на Xbox 360 Каждый раз было что-то свое, то есть игра реально очень крутая и разочаровывает разве что концовка Но тем не менее в Диабло 3 мы победили, собственно, Диабло и вроде как все хорошо, небеса спасены Теперь начинается новый акт, в котором мы, судя по всему, попадаем в еще большие проблемы В игре прикрутили новый класс, это Крестоносец, который является, по сути, обычным паладином То есть он умеет лечиться, он умеет применять светлую магию Я так понимаю, против нежити В игре убрали левел-кап персонажей, добавили возможность создавать кланы и тому подобное То есть с того момента, когда я в последний раз на нее играл, где-то год назад Прошло довольно много времени, очень много изменилось в лучшую сторону Сейчас вы видите Герасима, это тот самый персонаж, которым я проходил игру для канала Уже очень и очень давно, с тех пор он не изменился Как видите, уровень тот же и прошло довольно много времени, но что-то остается прежним Я вам сейчас просто покажу класс Крестоносца Потому что если я начну играть за него, то я попаду, собственно, в самое начало игры, в первый акт Крестоносца мне дают продолжить с того места, где бы ты хотел играть То есть с пятого акта, с нового Но тем не менее, давайте посмотрим Здесь по-прежнему есть пять классов на выбор И кроме них новый, шестой, под названием Крестоносец Естественно, мужчина и женщина То есть класс крутой и выглядит очень брутально И как вы видите по превьюшке справа, он что-то просто творит чудеса Похоже на максимальных уровнях сложности Я так понимаю, что с ним будет связано очень много прикольных тактик Когда люди будут играть в коопе на экстриме на Найтмаре И будет реально очень весело Но как бы там ни было, вот такой вот класс Крестоносец Про него более подробно вы, я думаю, увидите Либо если будете играть сами, а все играют в Диабло 3, в принципе Либо на более задротских ресурсах Потому что Диабло 3 в ближайшее время будет уделять довольно много времени Мы же с вами сейчас посмотрим сюжетную часть кампании То есть мы поиграем полчаса в новый акт Посмотрим, к чему вообще все привело все то, что мы сделали в первых четырех К чему привело то, что мы сделали в Диабло 3 И играть я буду скорее даже не за Герасима Я буду играть за персонажа Даши, которым она прошла игру Хотя нет, Герасим все-таки, наверное, ближе Потому что, ну блин, это Герасим Собственно, давайте начинать И, кстати говоря, да, у нас поломана броня И я не знаю, нормально ли это Вы не видели интро, потому что я его отключил Из-за того, что я не фален Потому что Ютуб сейчас с этим не очень дружит И могут быть определенные проблемы Так, господи, да вас тут довольно много Что происходит? Что за разрыв какой-то там? Смотри, еще летят Тироэль поручил мне найти тебя Черный камень души у Молтаэля Следуй за мной Там гибнут люди Я не могу их оставить Но тебе надо встретиться с Тироэлем И решить, что делать дальше Мы обязаны найти Молтаэля Скажи Тироэлю, что бы ждал меня в Вестмарше Ступай Я передам ему, клянусь Хорошо, нужно двигаться в Вестмарш Как видите, броня у меня поломана И я даже не помню, насколько это плохо Потому что сейчас я смотрю И в целом у меня еще терпимо с оборудованием Не знаю Доспех не могу сказать, что намного лучше моего Но у него, в принципе, довольно неплохие показатели Может надеть По крайней мере, он не сломанный Защита, конечно, заметно меньше дает Доспехи у меня поломаны после битвы с Диабло Насколько я понимаю Ладно, давайте осматриваться Помаленьку вспомню управление А это совершенно неподготовленный первый взгляд То есть Я просто решил показать вам впечатление человека Который отдыхал от игры с момента выхода третьей части Поэтому вспоминать я ее сейчас буду вместе с вами Мне тут объясняют, что такое магический предмет Но не надо Не надо Хорошо Враги вроде умирают Вроде как у них получается Но что же происходит? То есть черный камень А-а-а Черный камень Только, блин, это проблема Как-то все так С бухты барахта началось Ладно, тот самый мост Блин, как все знакомо Я реально скучал Run for your life Вау, пипец Карусел Моя карусел Хорошо Здоровья у меня хватает Ну и аптечек тоже 96 штук Офигеть Народ явно против того, что я сюда пришел Но карусель Режим карусель просто Помогает вообще всем Друзья Окей Блин, Герыч Я забыл, что у тебя тут три друга еще бегают Это было прикольно Хе-хе Скучал по этому персонажу Так, ну что Дверь-то все-таки надо открыть, я думаю Какого черта вообще? Какого черта происходит? Мы же всех спасли Ладно, пока Заходите, если что Здесь вас просто как-то набазарит Ну Так, хорошо Давайте маленько позалипаем Потому что я совершенно забыл Местное древо умений И что вообще и как Я даже не помню, где оно Так, ну это предметы Это у нас какие-то новые наручи Кстати Вполне себе неплохие Плюс Что? Плюс 99,9% Лечения Что? Хе-хе-хе Неплохо Это что, изи-мод такой, что ли? Ладно, у меня куча вещей Я на самом деле сейчас тороплюсь Я тороплюсь показать вам Игру, а не статы Поэтому Как-то вот Не успеваю все это посмотреть Но давайте маленько приостановимся Единство замка Кстати говоря, да Дроп серьезно улучшили Теперь шанс получить что-то новое И реально крутое Гораздо больше Это, по-моему, очень хорошо Потому что из-за того Достаточно бредового аукциона Который был на момент Собственно, выхода Diablo 3 Очень многие вещи было достаточно трудно получить Если только купить Я там и сам продавал Ну, за игровой день, конечно Отвались, мать твою, за ногу Вообще офигеть Насколько вот игра меняется В зависимости от того Каким персонажем играешь То есть, когда Даша играла охотником За демонами То есть, женщиной с луками Игра воспринималась как такой Чуть ли не Devil May Cry Бладрейн какой-то Но когда в дело Включается Герасим Игра превращается в такой Конад Варвар Ломает там Это круто Так, хорошо Если вы ничего не понимаете То я вам скажу Что я просто наугад сейчас Стыкаю перки Потому что я пытаюсь вспомнить Что, что делает Но пока что вроде неплохо Вот это на троечке У меня, правда, ничего не стоит Так вот Дерево умений Я про него говорил Но в итоге я про него и забыл Мега мастера Там и про читеры И тому подобное Которые сейчас смотрят на меня И бьют лицо фейспалом Я хочу сказать, что Я не настолько задрот в эту игру Чтобы помнить хоть что-то То есть, я вообще не задрот в эту игру Так, здесь у нас школа стали стоит Череда убийств Нет, меня, в принципе, все устраивает Ну, не знаю Враждебность Тут есть твердость Нормально Твердость, не тупость Хорошо Ладно, ничего не помню Это надо реально сидеть Залипать пять минут Вспоминать, как оно тут работает Мне нужна ярость До свидания Хорошо Парень Такое ощущение После Dark Souls Я везде вижу Dark Souls Просто Вот этот человек Мне кажется, что он окаменевший И тут поработали лягушки Но после Dark Souls Это, конечно Сломать Это, конечно, не сложность уже Но, блин, эта игра реально Вот я дико Это что, труп? Я дико соскучился по этому делу Просто потому что Так Как там было? А вот Смотри, реальный труп Прикольно А тут есть что? Нет? Игра реально очень атмосферная Нужна ярость Так Пока каких-то проблем не испытываем Но сложность, в принципе, обычная Я не стал изобретать велосипед И просто поставил Просто поставил стандарт Хорошо Ну Мы вошли другим путем Кто что хочет Здесь реально город Такой какой-то похож на городе Сфи Оп И ты упал Это называется Что у вас тут? Добрые люди Вот увидите Сейчас я поговорю с ним И они все превратятся Это конец света Столько людей погибло Повсюду свирепствуют жнецы Выживших нет? Генерал Торион защищал группу горожан Искавших спасения в старом Закарумском соборе Но скорее всего сейчас они уже мертвы Погоди Ты же тот самый варвар Что спас Бустион Ты и нас спасешь, правда? Я здесь Именно для этого Я не уверен Тогда нас было двое Так, торговец Мне нужно починить В первую очередь Починить все Тридцать четыре А потом уже посмотрим Что у нас тут нового? Разбиватель ярости Вполне себе неплохо Редкое двуручное оружие Продается в магазине Офигеть Учитывая, что у нас сто семьдесят семь тысяч И под конец игры Денег вообще тупо Было некуда девать Купить мы это можем Вообще в легкую Так, ну Держи Опять же, двуручка Скорость атаки у него поменьше По-моему, моего Нормально Зелий хватает Ремонт получен Выкупать нам ничего Сейчас не нужно Можно продать вот это вот все Потому что это не на моего персонажа Так, только я не помню Как это А вот правой кнопкой мыши Так себе Это мы тоже продадим Прощай Верное оружие Так, это на охотника На демонов Окей Вот это было на мне Но, блин Я не знаю Или это не было на мне Сюда еще можно вставить Здесь две ячейки Пусть будет так, наверное Тут, конечно, к силе большой плюс К живучести Ну, не знаю Пусть будет так Пока пусть будет так Я думаю, будет нормально Так, далее Пояс Вот так вот Хорошо Пояс я, по-моему, зря сменил Ладно Короче говоря, все на бегу Я просто хочу показать вам Как можно больше Чтобы вы могли Сложить свое мнение По поводу того Интересно это или неинтересно Для себя я уже Ну, то есть Изначально сложил мнение Потому что это же все-таки Близзард, мать его Я, несмотря на то, что я Даже стратегии Вообще не перевариваю От Близзарда Я играю даже в стратегии Настолько они Запали мне в сердце Старкрафт 2, допустим Это очень круто Так, ну хорошо, ребята Вы бы дверь закрыли за мной Потому что Вон, что тут творится Так, как там бить-то? Так вот Не останавливайтесь Кажется Мы от нее оторвались Да, офигеть Крой демонов Должны умереть Это все Крой демонов? Но это же были Невидные люди Нормалек Защитник вспышки Вполне себе Неплохо 1.30 атаки в секунду Блин, зря я купил Этот молот В итоге получается Ну ладно Так, он еще и одноручный Да не шути О, давай посмотрим Так, ладно Побежали вперед Посмотрим, что в итоге Всего этого получится До свидос В городе Что-то вообще Пипец какой-то происходит За что я люблю И не люблю Одновременно Вот эти все Фэнтези игры Особенно у которых Много частей То, что ты там Небо голубое Солнышко светит Все те кланяются И говорят Спасибо Что ты спас нас Спаситель Через 5 минут А, блин Мы все умрем И тому подобное Вот всегда же Вот абсолютно Вот всегда Даже тот же Допустим Mass Effect Так, спокойно У вас довольно много Вы не находите Куда пошел Смотри Прячется Так Немного защиты У меня там Покруче вещи По-моему есть Но я буду драться этим Короче Тот же Mass Effect Ты, блин Три части Спасаешь человечество Чтобы в итоге Понять Что будет еще одна часть И тебе По-нову придется спасти То есть Несмотря на то Что все хорошо Слишком хорошо быть Никогда не может С другой стороны Это круто Иначе Что бы мы делали Вчерами Мне нужна ярость Ярость У меня полные штаны И просто Так, хорошо А, ты опять вот Куда ж ты пошла Мать твою Упокойные стражи Некогда были Личными телохранителями Короля Юстиниана 4 Закованные Сверкающую Изукрашенную Броню Изготовленную Лучшими Мастерами Вестмарша Эти доблестные И опытные Воины Не оставляли Монарха Ни на минуту Однако Самой яркой Деталью их Облачения Были щиты Которыми Стражи Закрывали Короля В минуту Опасности Мне пора Я понял Я просто снял Шлем Потому что Ну блин Соскучился По этой Небритой Роже Так Ребята На помощь Мои парня Разломают Абсолютно Всех Реально Крутые Я уже забыл Даже кто это Такие Раньше Знал Так Хорошо Блин Я не знаю Этот город Просто Ну Не заслужил Этого Сколько мы боролись За его благополучие Насколько я знаю Это дополнение Оно Не очень Длинное То есть Если по сути В Диабл 3 Было 4 акта Разной степени Продолжительности Но каждый из них Был в среднем Часов по 5 Наверное Если понятное дело Вы не проходили игру Там по О какой-то шлем Новый Не проходили игру Уже там по 20 Разу Потому что люди Насколько я знаю Все 4 акта Проходили часа за полтора За два Просто тупо Ломились вперед То есть Неторопливо прохождение 4-5 часов Здесь 1 акт Который чуть подлиннее Насколько я опять же знаю Чем обычный акт Но все равно 1 акт и 4 Так что Это не очень надолго Но Вот так вот Что за шлем Счастливый латный шлем Ой, такой счастливый просто Ну он Посчастливее мы его Надо отметить У меня неплохо Так жизнь восстанавливается Сами по себе Довольно быстро Рога Рога такие Я только сейчас заметил Куда вы Мать ваша А как же удовольствие Так Ну надо сказать Мне тут нужна помощь Что-то вас довольно много Вау Там что лежит Геройские сборки Хорошо Что-то важное Мы сделали Тираэль Как я по тебе соскучился Это уже Это же обалдеть Тираэль Почему Молтаэль Это делает Он питается смертью Каждый раз Когда его жнец Кого-то убивает Молтаэль Становится сильнее И когда ты уничтожил Единое зло Молтаэль решил Что теперь Самое время Завершить Вечное противостояние Но люди не имеют Отношения К этой войне Люди Произошли От союза Демонов И ангелов Молтаэль Смотрит на нас И видит Лишь Демоническую часть Ну конечно Никаких предпосылок Вообще Вау Да это же просто Офигеть Так Хорошо Сначала Мы посмотрим На клеймор 1.10 В секунду Ну похуже Моя вода Похуже Зато сапоги В целом Ну чуть-чуть Чуть-чуть Получше Чуть-чуть Похуже В принципе Такие же Но ради разнообразия Я их надену Пожалуй Лук падает Уже Надо сказать Мое почтение Ладно Там можно было Еще посмотреть Да офигеть Тихо 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 Все очень Довольно плохо Или нет Да не Нормально Разломаем Пацаны В атаку Да блин Не хотел Лечиться Ну Надо сказать Довольно Душная Дама Это мы Еще посмотрим Ублюдок Ну Вы знаете В целом Вполне себе Неплохо Конечно Мог унести Черный камень Души Куда угодно Но Но зачем Камень трейлеров, потому что там все это просто разжевано. Ну, это жнец душ постарался. Искусственные ножны и повязки силы духа. О, господи, эти названия из дябла меня просто убивают. Ну, искусные, надо сказать, искусные, да. Полгни себе. А что такое соверш? Понятно, это типа стат. Окей. Хорошо, в целом нам нужно ухать, но давайте осмотримся, потому что это место блин, реально крутое. Локации, как обычно, проработаны с любовью и видно, что каждый миллиметр реально просто, ну, сделан вручную. Вот эта вот вязь на полу, это какая вязь, что я несу? Ну, короче, красиво. Реально красиво. Даже несмотря на то, что сколько здесь народу только что перемерло и какие горы трупов тут лежат. Да ладно, выходим. Что Дева Смерти пыталась сделать в соборе? Она пыталась создать сферу тьмы, которая превращает живых людей в слуг Молтаэля. Одна сфера каждый час обращает в нежить сотни человек. И мои солдаты докладывают, что в городе таких сфер еще две. Горнила душ. Два таких горнила обеспечивают Молтаэля нескончаемым потоком новых бойцов. Я уничтожу эти горнила. И у Молтаэля больше не будет подкреплений. Прораза войны. Все как обычно. Так, ну давайте посмотрим на Тераэля, старый дружа. Расскажи нам о жнецах. Жнецы Молтаэля. Это люди, чьи души были поглощены горнилами? К сожалению, да. А Девы Смерти? Их история так же трагична, как и самого Молтаэля. Когда-то они были авангардом послушных ему ангелов мудрости. И вслед за ним перешли на темную сторону. Просто посмотрите на картинку. Вот казалось бы, довольно красиво, но при этом вот это вот обилие деталей, несмотря даже на графику, которая далеко уже не является там высокотехнологичной, она даже на момент выхода не представляла из себя ничего особенного. Но вот этот вот город на заднем плане, вот эти статуи, каждая из них реально все, это один очень крутой стиль, из которого не выбивается вообще ничего в этой игре. За это я ее люблю. Расскажи о Молтаэле. Молтаэль, брат мой, он воплощал мудрость, был главой совета, первым среди ангелов. И вот чем он стал теперь. В чем причина его безумия? После разрушения камня мироздания, Молтаэль погрузился в скорбь и стал часто покидать небеса. Затем он исчез совсем. У него появилась связь с людскими душами, а точнее одержимость ими. Теперь важно лишь то, что его нужно остановить. Нельзя скармливать души людей смерти, потому что они часть этого мира. Хорошо. Осколок камня души, стоит ли мне его трогать? Ну почему бы и нет. Смерть. Озвучка в игре, кстати, как и в оригинальном Diablo 3, крайне неплоха. Это все-таки Blizzard. Они умеют. Я не припомню, на самом деле, ни одной локализации от игр от Blizzard, которые были бы просто, даже средними, они всегда великолепны. Харадримы здесь? Почему Харадримы вернулись сейчас? Тироэль восстановил наш орден, чтобы забрать камень души с небес и защитить человечество. В конце концов, ты не можешь быть везде одновременно, каким бы могущественным ни был. Спасибо. Так, ну ладно, потопали. Ты у нас кто? Не поддавайся скверне. Хорошая шляпа. Спасибо. У людей просто вообще-то посмотри, что происходит. Это же... Так, а нет. Почему-то я шифт зажимаю. В какой игре это было? Хорошее кольцо, кстати говоря. Так, ну... А ты у нас... В принципе, пусть так и остается. И это колечко, кольцо кровопийца. Плюс шесть лечения. Нет, спасибо. Камешки оставляем. Эту штуку мы использовать не можем. Ха, неплохо. А ты одноручный? Тогда почему бы и нет. Круто. Освин? Но наконец-то явился герой, который всех спасет. Хотя мою жену уже все равно не вернуть. Ты рожу мою видел? Как ведь и герой. Я сам себя боюсь по утрам. Моя герой сеть находится недалеко отсюда. Я как раз запирала ее в конце дня, когда с улицы донеслись звуки борьбы. Я забаррикадировала дверь и выскользнула через слуховое окно. Но, конечно, для официальных записей придется придумать что-то более захватывающее. Хорошо. Да пипец какой-то в городе. Вот это вот, не знаю, какое-то реально Трансильванию напоминает Прагу. Очень круто. И заметьте, здесь на полу нет ни одной похожей, ни одного похожего рисунка. Тайник, у которого у меня лежит куча всякой фигни. Я совершенно не помню даже, что это такое. Но это надо вспоминать уже, когда я реально плотно засяду в эту игру играть. А мне все очень нравится. Пока что реально. Я наслаждаюсь. Эмили? Поверить не могу, что мы до сих пор живы. Спасибо тебе. Я уж думала, нам придется умереть среди этого смрада. Да нет, за что. А че так тихо? А, это не он говорил. Нам надо поговорить. Я выяснил, что новичков моего ордена пытают, чтобы извратить их сознание. Мне нужно выяснить, насколько высоко проникло зло. Если в нем погряз весь мой орден, то что теперь значит быть храмовником? Кто я теперь? Ты достойный человек, положивший жизнь на алтарь своих убеждений. Но ведь оказалось, что я верил в лошадь. Но, как обычно. Виновные ответят за свои приключения. Корвин, как всегда. Короче говоря, это персонажи из Диабло 3, наши напарники, которые были не столько полезны, сколько с ними было интересно ходить. Потому что они постоянно оставляли всякие комментарии по поводу происходящего. И если мы брали с собой парочку, то они начинали сраться. Или там нельзя было брать парочку. И срались они только в деревне. Я не помню. Но, короче говоря, они постоянно между ними шли какие-то терки между собой. Это было очень смешно, и временами действительно полезно. Самый, конечно, прикольный, это негодей. Кингспорт тоже оказался под ударом. Наверняка кто-то из твоих знакомых тоже погиб. Да. И как тебе удалось так хорошо совладать с горем? Я разве говорил, что они мне нравились? Вот типа того. Я его выше даже, когда он на коробке стоит. Вот это ряха. Ох, эти фанатики. Ненавижу фанатиков. Так, ремесленник, понял. А что ты тут делаешь, кстати говоря? Я, по-моему, по всем так пипец соскушился. Лирия? Господи, надо бежать от него. Идиот. Так. Умно. Умно. Так, у него тут умения, они у меня не прокачивались с первого. То есть я его вообще не брал. Так, тебе нужно изучить... Я помню, хорошая штука отравленная стрелы. Тут, по-моему, исчезновение у тебя прикольное. Но мы сделаем грязные приемы. Тоже хорошо. Так, далее. Негодяй выпускает несколько стрел одновременно. Или мощный выстрел. Лучше вот так. Будь хорошей поддержкой. Я бы выбрал то же самое. Ну, как-то вот так. Хорошо, давайте посмотрим, что там. В целом, короче говоря, Diablo такая игра, которая... Продолжительность которой зависит, в первую очередь, от вас. Если вы будете бежать, игра будет короткой. Если вы будете наслаждаться вот такими деталями, типа вот этих крысок. Потому что здесь реально картинку постоянно можно рассматривать. Очень много всяких деталей, которые с первого раза не увидишь. то она, соответственно, будет более продолжительной. И я первую часть... Даже первый акт, когда я играл вообще один, проходил реально часов 12. До свидания. Я думаю, все же, все же мне нужно маленько... Так, секунду. Так вот. Что у меня... Так, ну тут это пусть остается, рассекающий удар. Вместо вихря у меня, по-моему, была неплохая штука. Могут древних, да. Хотя нет, вихрь тоже пусть остается. Птица из театра. Она прекрасно играла. Вот это вот. Да, я помню. Что-то я еще помню. Так, хорошо. Вместо этого у нас был, по-моему, вот этот вот проламываться сквозь врагов. Да, сокрушительный таран. Это было прикольно. Так, ну и в целом как-то вот так. Более-менее. Пассивка, враждебность, мастерское владение оружием, твердость. Окей. Хорошо. Ну, давайте вспоминать, что же это такое. Вранье сидит. Норм. Я еще не готов. О, процесс пошел сразу, да, какая нужность, умение поставил. Там мы просто уже включили что-то, чтобы драться с Диабло. И после этого я их так и не переключал. Ах ты, твою мать. Ты откуда тут нарисовался? Нужно еще время. Так, негодяй, ты бы добил что ли, я не знаю. Я еще не готов. Что? Как ты не готов? Ох, как тебя закрутило. На тебе лбом. Блин, варвар крутой. Давайте, ребята, ломать. Ну, это просто режим секаторы включен называется. Так, там позади еще дорога была. Ладно, пойдем сюда. Это же все-таки не прохождение, верно? Просто смотрим, что у нас есть. О, это наш. Я его чуть не поломал. Так, окей. Что тут? Ну и насколько я понимаю, это что-то хрень. Вот и все. А ты боялся. Насколько я понимаю, уровни опять-таки генерируются процедурно, то есть рандомно, то есть создаются случайным образом. Ну, куда-то идем. Старый склад контрабандиста. Неплохо. Режим секаторы. Еще я никого не оставлял равнодушным, мать твою. Так. Не за что, ребята. Просто не за что. Смотри, лодка там. Реально какая-то подземная река. Да вашу мать. Нас тоже много. А, нет, не много. Теперь много. Ломай, парни. Просто раздача идет. Да и... Воскуда вас столько? И фона, мать. Нужна ярость. Хорошо. Все, лезут и лезут. Ну, кажется, успокоились. Все, пока. Приходите еще. Так, я на самом... Их просто много. Просто много. Смотри, живой еще кто-то. Бей его, пацан, бей. Барбар, сила. Я на самом деле думал, что я просто зашел в какое-то дополнительное здание. Но, судя по всему, мы зашли по какому-то квесту. Здесь уже много дней. Дольше люди не продержатся. Недалеко отсюда есть лагерь для уцелевших. Отведи всех туда. А, ну да, это так и оказалось. Отлично. А просто представьте, какую дурь нужна и как нужно лихо закусывать губу, чтобы так рвать бочки и ящики. Ну, это же реально. Булж, дегенератор. Посмотрите на него. Так, это у нас портал. Великолепный сундук. Вау. Вау, 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 вау. Топа срубим. Офигеть. Так. Неплохо. Плюс 15 к урону. Заметно ниже защита, но... Оно стоит того. Как-то не торт. Это тоже не особо впечатляет. Тут все получше. Собственно, как-то вот так. Короче говоря, пока что, потому что я вижу, я могу сказать, что... А, Diablo совершенно не изменился. И Б, это офигенно просто. То есть, по-прежнему очень... Все круто в плане атмосферы. По-прежнему довольно... Такихо вы, господи, я же разговариваю. По-прежнему дико поверхностный. Очень простой, но при этом увлекательный сюжет. С очень яркими персонажами. Очень интересные локации. Реально интересные. Потому что, ну вот здесь, допустим, атмосфера совершенно не похожа на какой-либо другой акт. Это, по-моему, круто такой зазомбяченный город. Очень брачный, в котором идет дождь. Очень, очень круто, лично для меня. В плане задротства, мальчкинства и тому подобного... Вот, да, кстати говоря, вот именно поэтому прикольно своего братья напарников. То есть, не знаю, как там в плане задротства, что изменилось в лучшую сторону. Но после того, как полностью переработали баланс, и теперь со врагов выпадает заметно больше уникальных вещей и тому подобного... Для себя могу сказать, что для меня это определенно лучше. Потому что я люблю крутые вещи, а теперь их стало выпадать заметно больше. Убранный левел кап тоже для многих, наверное, что-то значит. Но для меня... Как-то так. Но вот это вот главное, то, что есть, и чего совершенно не отнять у этой игры, так это ощущение чего-то большого. Ощущение чего-то очень такого эпичного и очень крутого. Именно в этом плане Диабло хорош. Давайте почистим этот дом. И побьем тут всю мебель. Что за музыка? Странная музыка. В общем, на этом мы сегодня закончим. То есть, небольшой такой первый взгляд, в котором я показал абсолютно все, что хотел. Хотел я показать начало пятого акта. То есть, как вы видите, несмотря на то, что мы убили Диабло, ничего не изменилось в лучшую сторону. Стало только хуже. В гейплейном плане игра абсолютно такая же. В плане сюжета примерно такая же глупая, но при этом настолько же увлекательная. В плане баланса я, как человек, не особо посвященный и особых таких изменений не увидел. Но они есть, поверьте мне на слово. То есть, вам в комментариях, там человек 50 сейчас напишет, что изменения просто мега значительные. Типа того. Можно создавать кланы, можно создавать чуть ли не гильдии и тому подобное. Но для чего это в такой игре, я, честно говоря, не знаю. Не знаю. Кому-то это, наверное, нужно, но явно не мне. То есть, повторюсь, со своей колокольни я могу сказать, что игра отличная. То есть, реально, баллов там на 9 из 10. Как она понравится и что о ней скажете вы, это уже дело ваше. Мое дело небольшое. Я показал вам игру, потому что наверняка по этому делу у вас был интерес. Это же все-таки Диабло, господи. Как бы там ни было, спасибо, что смотрели. Спасибо SteamBio, что предоставили ключик на эту игру. Ссылка в описании. Вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok